Всем привет! Настало время годного контента на ютубе, впрочем, ничего нового. И сегодня я покажу вам и расскажу, как я делаю мой обычный макияж. В моем председневном макияже есть две составляющие. Первая составляющая, мне обычно бывает очень лень всем этим заниматься. Вторая составляющая, я не очень сильно люблю делать много косметики, но при этом я люблю выглядеть лучше, чем, ну, чем вот так вот. У меня на канале достаточно давно не было роликов подобного формата, поэтому если вы хотите, чтобы я просто чаще показывала вам мои макияжи, мои повседневные образы и всякое такое прочее, обязательно ставьте под это видео лайк и напишите в комментарии, что вы хотите больше подобного контента. Что ж, не буду вас долго томить, если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь, тык, включайте себе уведомления о публикациях, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить, а мы начинаем. Ах да, меня, кстати, Лиса зовут. В самом начале я буду использовать эту вот штуку. Я не знаю, что это точно, эмульсия, эссенция, но она придает коже немного свечения и как будто бы ее, знаете, просыпает. Да. Обожаю это средство, всегда наношу его до того, как нанесу дальнейшие действия. Слушайте, я заговорила как-то особо интеллектуально, ничего не скажешь, молодец. После я наношу немного крема на глаза. Да, кстати, предварительно я уже умылась, просто сцену с умыванием я решила не вставлять. Что за жест я сегодня делаю постоянно? То вот это, то вот это, что со мной не так? Да е-мое! Самую капельку и под глаза. Кстати, вы знали, что когда вы наносите крем под глаза, вы должны наносить его не только сюда, но также и на верхнее веко, потому что крем, он не подглазный, а это крем для зоны вокруг глаз. Поэтому его нужно наносить, соответственно, на весь ваш глаз. Пока крема впитывается немного, я расскажу вам о том, что дальше буду делать со своим лицом. В последнее время я очень люблю использовать вот такой вот тональник. Да, это BT21, да, он не продается в России. Да, я вообще офигела, потому что, когда я была в Корее, я скупила там от BT21, пользуюсь им нехорошо. Я рассказала вам всю эту историю сейчас, если честно, не совсем просто так. Дело в том, что я еще с апреля месяца обещаю провести конкурс в Инстаграме на косметику BT21, которую я специально подготовила для этого. У меня ее, блин, реально целая куча. Но из-за того, что мой Инстаграм очень долго был, я не знаю, в каком состоянии он был, это вроде что-то теневого бана, или я даже не знаю что. Короче говоря, когда я делала публикации, ставила хэштег или геометку, у меня публикации по этим хэштегам и геометкам не показывались. Для меня для конкурса очень важно использовать хэштег, потому что, в противном случае, я просто не смогу найти ваши работы, так как меня постоянно еще отмечают на фан-аккаунтах, поэтому, понятное дело, чтобы все было честно, люди должны использовать хэштег. Поэтому, соответственно, с конца этого видео, обязательно досмотрите его до конца, там будет конкурс, и будет очень много победителей. Поэтому я буду вас ждать также всех в моем Инстаграме. Я знаю, что очень многие люди не любят кремовые стики, и уж если быть совсем откровенной из всех моих знакомых, по-моему, единственный человек, который любит кремовые стики, это я. Но по мне это реально суперудобная история. Вот так вот выглядит кожа с этим тоном. На самом деле, выглядит максимально естественно, и мне это действительно очень нравится. Дальше я возьму вот такой вот консилер Maybelline, который называется Fit Me. Это вообще один из моих самых любимых консилеров. Мне очень нравится у него вот эта вот палка. А тот, кто смотрит мой канал, давно знает, что у меня всегда проблемы с палками. Но проблемы с палками решаются у этого консилера, поэтому буквально совсем-совсем немного под глаза. Самый парадокс в том, что мне нравятся синяки под глазами. Эстетика синяков под глазами, это просто история о моей любви. Я всегда любила синяки под глазами у реальных людей, и даже у нарисованных. Но почему-то я их замазываю. Я не знаю почему. Вообще не знаю. И еще меня очень сильно удивляет, когда мне люди начинают писать, типа, о, у тебя синяки под глазами, когда я выкладываю фотки без макияжа в мой лайф-аккаунт в инсте. И типа, фу, это так ужасно. А я думаю, что ужасно было. Синяки под глазами же наоборот такие крутые. Но замазываю, да. Потому что я женщина, потому что я логична. Как видите, я вообще не парюсь с той же самой кистью, просто вот так вот. Проговыми движениями на верхний век тоже наношу сразу. Теперь я воспользуюсь вот такой вот базой под ресницы. Что делает данная база? Данная база удлиняет наши ресницы. Когда потом я буду красить ее черной помадой, черной, черной тушью, то мои ресницы станут гораздо, гораздо длиннее. Я люблю очень объемные ресницы, я люблю, когда их много, я люблю даже эффект паучьих лапок. Поэтому мне это средство очень-очень нравится. Я пробовала разные базы под тушь, но больше всего мне понравился именно Dior. Причем у меня очень интересная история, ибо сначала я получила какую-то миниатюрку в подарок какой-то косметической покупки, потом стала использовать, и я поняла, что это просто вообще топовая вещь. Но у бюджетных марок тоже представлены такие туши, так что если вы не готовы покупать дорогую еще от Dior базу, то можете посмотреть что-нибудь из бюджета. Они, в принципе, все плюс-минус хорошие, но мне больше нравится такая. Пока тушь подсыхает, я оформлю свои брови. Ну, с бровями все на самом деле очень сложно, они у меня сейчас выглядят максимально безобразно, потому что я в процессе отрачивания бровей, но я думаю, вы сами понимаете, кто отращивал брови. Что-то та еще история. Больше всего меня, конечно, бесит, то, что у меня эта бровь очень быстро растет, а эта вообще не растет. И я вот сейчас пытаюсь найти всевозможные методы, чтобы каким-то образом ускорить ее рост, но это все дается мне достаточно непросто. Плюс это какая-то прям вверх вот так вот растет треугольником, это практически прямая катастрофа. Вот жду, когда это дорастет, и чтобы их снова выщипать, чтобы их снова испоганить, чтобы потом снова этот цикл продолжался, потому что, знаете, это вечный двигатель, я его нашла. Вечный двигатель в виде моих бровей. Собственно, что буду делать с бровями? У меня вот такой вот карандашик от Тони Молли. Кстати, он мне попался вообще в какой-то коробке, по-моему, это была коробка бьюти-бокс. Вот, да, это было точно в каком-то бьюти-боксе. Кстати, как вы относитесь к бьюти-боксам? Вообще их покупаете или нет? Что вы вообще думаете про бьюти-боксы? Я к ним, на самом деле, очень лояльно отношусь, в том плане, что мне нравится, что иногда можно, правда, за какие-то не очень большие деньги купить большой набор косметики и радоваться. И иногда там реально появляются такие вот клевые вещи, как этот карандаш, и я просто счастлива, потому что он самый удобный, наверное, при том, что он, кстати, недорогой сам в себе. Я нарисовала брови, конечно, сейчас это выглядит дико, поэтому я возьму вот такой вот карандашик от Benefit, при помощи которого буду сейчас все лишнее очищать и придавать им более такую милую кругленькую форму, потому что это то, к чему сейчас я стремлюсь. Ну и все, теперь я просто растушевываю лишнее и подрисовываю, как мне надо. Только из-за того, что у меня с бровями сейчас какая-то хрень творится, у меня макияж занимает больше времени, но если я бы не парилась с бровями, как это было ранее, то я тогда просто бы использовала обычный какой-нибудь гель для бровей для фиксации, возможно, с тинтом, и все. Теперь будет самое простое. Это будут тени. И это будет самое простое, не потому что их так просто делать, а потому что я буду использовать лайфхак. Палка-свечалка там упала, джедайский меч был повержен. Прикладываю керлер к моему веку и просто прокрашиваю складку. Все элементарно, а из цвета я беру просто-напросто оранжевый, потому что благодаря вот именно такому теплому оттенку взгляд открывается и выглядит свеженьким. Ну то, что надо. Прям вот так вот, до того, как красим ресницы. И поехали. Вам! И ровно то же самое со вторым глазом. Это все. С глазами я больше ничего не делаю, только тушу сейчас, прокрашу то, что у нас как раз уже подсохло, и макияж глаз будет готов. Тут, конечно, именно весь прикол в том, что у нас получается очень много туши, и глаза появляются прям супер-супер-супер такие черные. И ресницы получаются супер-супер черные, супер-супер пуфистые. Именно с этим макияжем у меня все фотки из Кореи, когда я там была. И мне постоянно писали, что за макияж, что за макияж, а он вот он. Это очень простой. Кстати, на тему Кореи такой просто вот, не то чтобы крик души, а вот прям бомбление. Короче, как вы знаете, я всю свою жизнь любила азиатскую культуру. Я люблю аниме вообще с самого раннего детства, я люблю корейскую культуру, японскую культуру. Для меня все это прям вообще мой фав. Но, как только я... Нет, неправильно. Но, как только мода на Корею как-то резко-резко завертелась на Ютубе, если я снимаю видео, где я упоминаю Корею, то, что я приехала в Корею, упоминаю, не дай бог вообще BTS или Blackpink, это все сразу ты хайпуешь на куре, ты не настоящий фонат. Я просто не понимаю, что должен делать человек-блогер, чтобы ему не писали весь этот бред. Да, мне нравится корейская культура, да, мне нравится японская культура, просто кого это задевает, смиритесь. Я знаю, что есть очень много людей, которые ненавидят аниме, а я аниме люблю. Напоминаю, что у меня, как бы, тут татуировка. Надеюсь, вы ее увидели. Вон там татуировка в честь Гара из Наруто, как бы, понимаете, степень идиотизма. У меня на столе стоит куча фигурок из Гентамы, как бы, я каждый вечер смотрю аниме. Просто это факт. И то же самое с Кореей, да, мне нравится корейская музыка. У меня весь мой телефон забит корейской музыкой, я слушаю UK-поп, поэтому хватит мне писать этот бред. Хайпуешь на кореш, вот выбесили меня. Что я должна сделать, чтобы мне этот бред не писали? Статую вот сюда какого-нибудь чимина поставить, да, и просто молиться ему, или вот что, что, что должен сделать человек? Ты не любишь, ты пытаешься хайпануть. Ну да, это же так просто. Сказать, что я люблю кого-то из Кореи и на этом хайпануть. Ну, камон. А, да, кстати говоря, к вопросу. В принципе, можно уже забить и идти так, но я добавляю пудру. Это тоже пудра, которая не продается в России, но это уже японский бренд Canmake. Кстати, человек, который пытается хайпануть на Азию, летит опять в Японию, в сентябре. Кстати, мы летим вместе с Тилькой. Да, так что скажите, хотите ли вы, чтобы я снимала какие-то видео из Японии, и вообще было бы вам интересно посмотреть оттуда, например, влог. А, я пока зафиксирую весь макияж. Макияж сфиксирован. Беру румяна. Эти румяна, кстати, посоветовали мне подписчики. Я однажды снимала видео, где просила моих подписчиков написать мне косметику, которые они пользовались, и вот с тех пор я этими румяными реально пользуюсь постоянно, потому что подписчики плохого не посоветуют. Наношу сейчас просто на щечки, немного к носу, как обычно, так, чтобы просто вид был более нежный и милый. Кавай. Контеринг в повседневном макияже я в последнее время не добавляю. Бывает, что я его делала, когда я делала фотки, но в целом нет. Но вот хайлайтер это моя недавняя новая любовь. У меня вот такой вот от Maybelline. Это, по-моему, новый их хайлайтер. Он какой-то совершенно потрясающий, потому что он дает какое-то космическое сияние. Сами смотрите сейчас. Вы видите вообще, да, что происходит? Это же просто жесть. Ну как можно таким хайлайтером не пользоваться? И еще либо вот так вот делать. Также я всегда делаю хайлайт под глаза, да, мне нравится эффект влажного такого лица в последнее время, поэтому под глаза я тоже его немножко добавляю. Ну и, соответственно, каплю прям буквально на лоб, каплю на кончик носа. That's all. Ну и последним элементом выступает помада. Здесь, на самом деле, все очень просто, потому что я могу использовать любую помаду практически любого цвета, ну, в рамках нормальных цветов, там, не синий, не зеленый. Или могу использовать тинт, или могу использовать карандаш для губ, потому что наношу помаду и всегда практически по тому же принципу. Я ношу ее в центр губ и растушевываю вот так. Сегодня я возьму вот такую помаду от Миши. Это очень странная помада, в том плане у нее очень непонятная формула, она супер жидкая. Ты наносишь ее на губы, и она как будто бы растекается. Очень странная формула, но в хорошем смысле слова странная. Собственно, это весь мой ленивый макияж. На самом деле, чтобы сделать такой макияж, ну, занимает от силы минут пять, потому что, как вы видели, все достаточно просто, особенно если не болтать, и достаточно быстро. А теперь не выключайте это видео, потому что будет конкурс на косметику от BTS, который я обещала давным-давно, поэтому смотрите условия. Каждого из победителей я буду отбирать лично. Собственно, смотрите, какие у нас есть призовые места. Лот, так сказать, номер один. Кушен. И вот такая вот база под макияж от красноты, от всевозможных прыщей и покраснений. Что вы делаете? Вы повторяете вот эту вот мою фотографию в инстаграме. Да, конечно, вы не можете повторять ее один в один, поэтому проявляйте свой креатив, проявляйте свой подход, проявляйте свое видение. Можете что-то нафотошопить, можете постараться повторять один в один. Короче говоря, просто повторяйте вот эту вот фотографию, так как вы хотите ее повторить. И просто ставите хэштег Лиса1. Все. Отмечайте обязательно меня. Естественно, ваш профиль должен быть открыт. Это наш будет первый лот. Лот номер два. Вот такие вот две помады. Одна бежевого цвета, другая малинового цвета. Собственно, чтобы получить эти помады, вы выкладываете фото, где вы повторяете мою вот эту вот фоточку. И отмечаете меня. Ставим Лиса2. Лот номер три. Палетка теней от BT21. Просто золото. Повторяем вот эту фотографию. Отмечаем меня. Лиса3. Дальше набор маленьких палеток теней. Здесь суммарно шесть цветов. Они очень классные. Их также можно использовать как тени для бровей. Очень-очень клевая тема. Поэтому Лиса4. И повторяйте вот эту фотку. Вы можете, кстати, повторить хоть все мои фотографии. Просто выкладывайте их в разные дни. Выкладывайте их под разными хэштегами. А не в карусель, чтобы одна с другой не была. И, может быть, даже некоторые из вас выиграют одновременно по два, по три подарка от меня. Итак, дальше. Лиса5. И Лиса5 предлагает вам тональный крем и контуринг. К каждому победителю также дополнительно отправятся вот это вот. Автографы и открытки с BTS. Что ж, я надеюсь, что это видео вам понравилось. Обязательно ставьте лайки, 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 классики, пальцы вверх, как угодно. Подписывайтесь на мой инстаграм. И всех люблю, всех целую. И всем пока. До новых встреч.